Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Радонеж. С вами Дмитрий Девяткин в традиционной передаче «Трезвые смыслы», которая посвящена ответам на ваши вопросы, которые вы присылаете в студию, нам присылаете, задаете. Поэтому прошу, до той степени, до той поры будет наша передача существовать, до которой степень у вас будут оставаться вопросы. Поэтому прошу не стесняться писать и не бояться того, что ваш вопрос может быть каким-то исключительным и никому неинтересным. Нет, нет, нет. Любая ситуация, любой вопрос, который вы задаете, он интересен всем, поверьте мне. Поэтому мы вам благодарны за вопросы, присылайте их, пожалуйста, и сразу начнем работать. Первый вопрос звучит следующим образом. «Часто вижу страждущих, у которых жены не хотят помогать мужу, а только ругаются и гонят таких. Но когда «Трезв» нужен, и денег хотят в семью, и вроде все входит в нормальное русло. Но бывает снова срыв и снова проблемы. Как упредить ему самому эти срывы? Он же сам идет лечиться, делает уколы, а потом время проходит и снова срывается. Что предпринять? Как самому в таких случаях делать? Ну, здесь минимум два запроса, даже в чем-то не связанных друг с другом. С одной стороны, вопрос того, что вот жена такая, и явно видно, здесь есть о чем поговорить, ситуация понятная. Ну и второе, как быть самому страждущему с точки зрения вот его срывов, способов удержаться в трезвости, и почему он срывается. Ну, по поводу жены. Вы знаете, честно говоря, эта ситуация, это, в общем-то, распространенная, вполне понятная. Вы пишете, что вот пока трезвый, как бы рады, и все входит в нормальное русло, рады мужу. Ну, когда он выпивает, то вот ругаются и гонят таких. Ну, а как быть по-другому-то? Я не говорю, правильно это, неправильно, но было бы странно, если бы жена, там, даже мама не ругалась бы, если ее близкий, ну, вот таким образом, отравляет жизнь. Вы не представляете, ну, те, кто с этим близко не связаны, не представляете, в какой ад превращается жизнь в семье, где появляется страждущий. Алкоголик, наркоман, игроман, неважно. Просто ад настоящий. Именно такими словами описываются зависимые и свою прошлую жизнь, когда уже они с Божьей помощью там исцелились, ну, скажем, вот в рамках наших семейных клубов трезвости, да. Вот, и когда к нам приходят, да, рассказ, как правило, люди плачут, как правило, они находятся в остром неврозе, их ничто не радует, действительно, жизнь превращается в ад. И как в этой ситуации радоваться жизни? Это сложно. Поэтому то, что они не радуются жизни и даже ругаются, это понятно. Другой вопрос, помогает ли вот эта ругань, вот эти скандалы, разборки, это другой вопрос. Конечно, да, это не помогает, и нужно искать иные способы. Мы об этом сегодня еще поговорим, потому что будут вопросы, ну, более подробно, какие иные способы, кроме ругания, вот, и почему ругань не помогает. Но в любом случае, человека понять можно, тот, того, который ругается. Теперь вопрос, гонят таких. Да, это уже следующая ступень, следующая степень, ну, можно сказать, запущенности ситуации. И давайте зададим себе вопрос. Можно ли понять таких людей, которые гонят пьяного мужа из дома или, наоборот, сами убегают из дома от пьяного мужа? Вполне можно. Я, к сожалению, в своей семье с этим сталкивался, когда, ну, что греха таить, да, вот мы с мамой в детстве, помню, как убегали, так сказать, из дома, потому что, ну, да, у меня папа был фронтовик, он прошел, брал Берлин, прошел войну, и поэтому вполне понятно его пристрастие к алкоголю, все понятно, да, говорят даже, якобы поколение было целое, спивающиеся из-за войны, якобы, не знаю, правда, неправда, вот, но сам факт, что да, с этой проблемой столкнулись, но кто и не сталкивался, и, в общем-то, сказать, папу я люблю, он замечательный, упокою, Господи, его душу, но такие эпизоды помню, когда мы вынуждены были, ну, буквально бежать из дома, потому что дома было, ну, мягко скажу, не очень, так сказать, комфортно находиться. Это я в детстве просто ситуацию такую помню. И поэтому, когда люди пытаются избежать того, чтобы находиться вместе в одном помещении с человеком, который находится в серьезной стадии опьянения, который уже алкоголик, который теряет над собой контроль, который хулиганит, который агрессирует, ну, и, в конце концов, вообще речь о безопасности, сколько убивают людей, калечат в пьяном виде. Посмотрите статистику, думаю, там удивитесь, какой высокий процент убийств и тяжких телесных повреждений ложится на именно вот происшествия, связанные с употреблением алкоголя и других психоактивных веществ. Поэтому то, что люди стремятся избегать таких ситуаций, это вполне понятно. Ну, другой вопрос, что либо там кто-то гонит, кто-то сам убегает, видимо, это связано с тем, насколько возможно то или другое действие. У нас, понятно, папу не могли из дома прогнать, он сам кого хочешь прогонит. Вот. Опять же, второй вопрос, правильно ли гнать из дома пьющих? Ну, если брать авторитетов, скажем, профессор Зайцева, доктор наук, тогда он был питерским, сейчас он, по-моему, в Твери работает, если не ошибаюсь, вот он четко еще 20 лет назад в одной из первых книжек по созависимости вышедшей в России, он писал, да, вот иного способа такого и нет, что прям, если не ошибаюсь, он прям предписывал. И то, я говорю, если не ошибаюсь, только для того, чтобы быть аккуратным в выражениях. Насколько я помню, он говорил четко, что да, разговор с пьющим должен быть коротким. И только на тему похода к наркологу, никакой другой. И вполне себе выгонять рекомендовал из дома. Опять я говорю, насколько я помню, вы можете сами открыть эту брошюрку. Вот, то есть, да, иногда даже, вот видите, такие опытные ученые, наркологи, они считают, что, ну, можно, да, видимо, и в каких-то ситуациях выгонять из дома. Я не сторонник таких методов, сразу скажу. Я не могу говорить, что и терпеть нужно до бесконечности, ни в коем случае. Ну, и по поводу выгонять, я тоже очень осторожен. Здесь нужно смотреть ситуацию. Ну, вот разобрались, что, в общем-то, то, что жены такие, что они ругаются и гонят, это, в общем, так сказать, ну, не такая уж ситуация редкая. Вот. Ну, тут про деньги еще говорится, что вроде как, когда тресв нужен, и денег хотят в семью. Ну, извините, ну, а кто же не хочет денег в наше время, да, и вообще в любое время, особенно если жена сидит на иждивении мужа, особенно если есть дети, а кто еще деньги-то принесет в семью? Тоже это вполне понятно. Кстати говоря, по поводу иждивения, там дальше будут вопросы, но с обратной стороны, значит, либо в этот раз успеем, либо в следующий раз ответить, но там обычно знают с обратной точки зрения, когда, наоборот, женщины попадают, по сути, в кабалу в зависимость от мужа, это, понятно, часто бывает, что вот ходят замуж, и либо начинают рождаться дети, они по этой причине не работают, либо муж говорит, сиди дома, занимайся хозяйствами, в общем, они теряют квалификацию, теряют возможность работать, и, по сути, сидят на иждивении у мужа, и эта ситуация очень неблагоприятная для, ну, с моей точки зрения, очень неблагоприятная для семейных взаимоотношений, почему? Потому что она вольная-невольная рождает вот такую, ну, искаженные отношения, на которых можно паразитировать, если человек хороший, там, особенно если человек верующий, муж, то он, конечно, не будет пользоваться этой ситуацией, а есть человек, или даже чем-то верующий, просто человек если рефлексирует, да, по поводу того, что, значит, ну, то есть, как бы, смотрит в это зеркало заднего вида, то есть, оглядывается на себя, правильно ли я вот так отношусь, или так поступаю, тогда более-менее жена обезопасена от каких-то, какого-то паразитирования, от какого-то злоупотребления, вот этого, ну, по сути, издевенческого положения, она же на издевении находится, ну, да, издевенческого положения, но в подавляющей большинстве ситуаций, к сожалению, вольно или невольно, муж, ну, да, как-то эту ситуацию отыгрывает, как-то, ну, паразитирует, и здесь нужно по особам выстроить особо, об этом отдельно, говорю, поговорим, там будут вопросы, потому что эта ситуация не очень такая, где-то даже здоровая, независимость, допустим, надо сохранять, сохранять, как говорилось в одном фильме, вот, значит, поэтому, вот, по поводу жены, которая денег хочет, когда он трезвый, ну, это тоже понятная ситуация, другой вопрос, что, вот, именно вот в этом вопросе слушательницы, сквозит, ну, похоже, что это писала мама, ну, либо очень близкий родственник, мама, зависимого человека, и для них часто бывает характерен, вот этот такой несколько, ну, может быть, даже искаженный взгляд, я не говорю, что в этой ситуации, может быть, в этой ситуации действительно попалась такая жена стерва, которой нужны только деньги, но по моему опыту и других людей, которые в этой сфере работают, они сталкивались, это, в общем, для близких родственников, особенно для мамы, пьющего человека, характерна вот такая некоторая ревность, которая таким образом себя проявляет, что вот во всем виновата жена, вот и муж пьет из-за того, что жена такая плохая, и она вообще такая, так сказать, меркантильная, вот ей только деньги нужны, чуть что выгоняет из дома, и, в общем, это, вы знаете, это некая, когда вот такая ситуация возникает, повторюсь, может быть, это, может быть, в этом вопросе и все объективно, что действительно жена меркантильная, ее ничего кроме денег не интересует, но в подавляющем, большей ситуации, в такой, в таком вот лейтмотиве мы сталкиваемся ровно с таким явлением, которое можно назвать ревность мамы, мамы пьющего, почему, потому что действительно очень часто, когда, и, кстати, это характеризует очень ярко именно созависимого человека, именно созависимого человека обычно скатывается на вот это огульное обвинение жену пьющего родственника, то есть, вот, значит, жены сына, в данном случае, да, предположим, вот, что вот она во всем виновата, и пьет он за нее, и вообще она во всем плохая, и это происходит главного уровня из-за того, что мама подспудно или осознанно, или чаще неосознанно, а она ищет способы оправдать своего сына или там ближайшего родственника, за которым она переживает, то есть, она пытается таким образом переложить вину с пьющего сына на его жену, для того, чтобы, ну, как-то его обелить. Повторюсь, иногда это делается осознанно, но чаще просто вот неосознанно, действительно, нам легче обвинить, потому что сын-то это свой родственник, своя кровинушка, вроде как, если он в чем-то виноват, и я, мама виновата, а вот, и поэтому вот такая потребность, может быть, реализуется, что, значит, да, вот, не я не виновата, не сын не виноват, а вот виновата злющая жена. И поэтому здесь нужно обязательно вот стараться двигаться к здравому отношению. Это, кстати, одно из таких, одно из болевых точек и в то же время одно из потенциальных точек приложения наших усилий для обретения трезвости в семье. В чем заключается эта точка? В том, чтобы обратить вот этой маме взор на себя и на своего сына, но прежде всего на себя и прежде всего уйти от обвинений огульных и просто от обвинений жены мужа, потому что тогда, когда ситуация накалена в семье, жена всегда будет, даже идеальная жена будет все равно совершать ошибки, излишне эмоционировать, излишне резкие действия предпринимать, где-то там апеллировать к самой маме, что же вы такого сынка воспитали, вот он там пьет и даже иногда бывает ситуация, что вот на практике у нас такое происходило, что могут звонить маме, говорить, вот забирайте своего сына, я ничего делать не могу, дома ад, поэтому забирайте, вот, поэтому понятно, что это все накапливается и у мамы вот такое, с одной стороны, и поводы не может не давать жена пьющего мужа, потому что, я повторяю, там ад, где горит почва под ногами, очень тяжело адекватного поведения требовать от любого члена семьи, даже дети превращаются в инвалидов, по сути, с точки зрения психики, вот, чего уж говорить про жену, которая непосредственно касается этой ситуации, поэтому, да, поэтому тяжело адекватных действий от жены, значит, ну, в данном случае от невестки, если это сноха, значит, ожидать, тяжело ожидать адекватного поведения, и поэтому она может ошибаться, но, с другой стороны, повторюсь, еще и гипетрофирно мама смотрит на это, что обвиняет во всем подряд вот эту бедную жену, которая так страждет, вот, которая, в общем-то, жертва в определенном смысле в этой ситуации, и поэтому очень важно первое, что сделать вот такой маме или там ближайшей родственнице, родственнику, это обратить взор на себя, перестать обвинять жену, потому что какая она есть, такая она есть, в конце концов, если сын выбрал жену, меркантильную, которая его чуть что выгоняет из дома, но он же сам выбрал, это же его выбор, понимаете, поэтому чуть-чуть тут, значит, ему удобен такой брак, ситуацию не изменить, поэтому, значит, вот на этом, пожалуй, остановлюсь, это очень важно было, что отметить, чтобы мы не обвиняли родственников, и второй здесь момент был, вот, что сын вроде как хороший, потому что он сам идет лечиться, делает укол, ну вот с этого и начнем, вот делает укол, то есть, понятно, что речь о, там раньше называлась торпедой, спирали, но понятно, что речь идет о неком, вот, медикаментозном способе, именно вот не могу сказать, что это лечение, медикаментозном способе удержать человека на страхе от употребления, это никакое не лечение, ну, просто ни разу не лечение, мало того, для лечения, это, пожалуй, движение в противоположном направлении, потому что, с одной стороны, вот этот страх, он не делает, когда человек держится на страхе, не сорваться, это не делает его трезвым, он остается быть алкоголиком, как только заканчивается срок, и, кстати, из дальнейшего текста мы понимаем, что проходит время, тут пишут, и вот он опять срывается, то есть, подходит какой-то срок, и страх этот проходит, и человек возвращается, значит, ну, в прежнее, в плачевное состояние свое, то есть, срывается, да, и поэтому страх никак не делает, ну, да, если временно может человек не пить, но в том-то и дело, вот мы все время стремимся к этим простым решениям, каким-то сиюминутным, ну, да, вот когда горячая ситуация, хочется мгновенно как-то проблему разрешить, хотя бы там месяц, другой, там полгода пожить в трезвости, и окружающим хочется, вот, и поэтому считают это каким-то выходом, но это выходом из положения не является, почему? Потому что, первое, все равно через какое-то время он срывается, то есть, снова употребляет алкоголь, причем часто, и, как правило, еще больше, то есть, что называется, наверстывает упущенный, вот сколько он не пил там полгода, он достаточно быстро, эту норму, которую он мог бы за полгода выпить, все те количество ящиков водки, он выпивает там за месяц, да, скажем, это тоже подмечено, и самое главное, что вот этот самообман, что якобы это лечение, человек отодвигает, во-первых, время уходит на, действительно, на то, чтобы вот на такое временное купирование, проблема, время уходит, ну, представьте, вот, предположим, человек рак, а он просто болевые ощущения снимает, и вроде как хорошо, но рак-то развивается, ну, он самообманом занимается, то есть, лечение все равно надо делать, ну, болевые ощущения какие-то, может быть, и можно снимать, но только, кстати, не в ситуации с алкоголем, там есть тоже своя специфика, вот, но даже в случае с онкологией, если снимают боль медикаментозно, то главным, ну, и лечением является, не вот это обезболение, а лечением являются, там, процедуры, соответствующие, химиотерапии и так далее, облучение, там, все вот то, что, значит, есть инструментарий у нашей медицины, поэтому, значит, а вот когда он просто поставил торпеду и спирали, вот, как укол сделал, да, и вроде как не пьет, и успокоился, время уходит, болезнь прогрессирует, с одной стороны, а с другой стороны, вот это обессиливает человека, потому что он, как бы, ну, все больше убеждается, что ничего не помогает, он же еще не приступал к реальному лечению, хотел сказать, он не приступал к эффективному лечению, а он, в принципе, не приступал к лечению, он приступал к некому сообманному оккупированию, которое имело целью, вот, там, успокоить родственников, себя успокоить, вот, к самообману, а лечение не происходило, а вот лечение, да, это когда приходят в наши семейные клубы трезвости, когда идут в наркологическую клинику, в крайней ситуации ложатся в реабилитационный центр, то есть системным может быть только лечение, когда человек настраивается на трезвость, вот, главное, что не делает укол, человек не настраивается на трезвость, он настраивается на какое-то время, вот он завязал себе гузелок, и вот он с усилием держится на страхе, и мало того, я боюсь, что он, как правило, не наслаждается этой трезвостью, не убеждается в том, что она хороша, он просто ждет и выжидает время, когда закончится срок, или когда пройдет страх, и поэтому он трезвенником, конечно, не становится, и это не про трезвость, ну да, это про некоторое временное спокойствие домочадцев, но опять же, хорошо ли это спокойствие, потому что, вот там, условно говоря, полгода они не нервничали, но потом он за месяц им столько достанет нервов, когда сорвется, когда он будет наращивать, что называется, упущенные, то есть там запои бывают до белой горячки, после длительного сдержания и срыва, и там, он, как говорится, что называется, возьмет свое из точки зрения, к сожалению, вот этой нервной, эмоциональной, то есть даже родственники ничего не выиграют, вот, поэтому, как бы это, ну, не решение, никаким образом, а кроме того, еще и проблема в том, что, когда человек, более-менее, так сказать, ритмично употребляет, все-таки близкие научаются как-то к этому приспосабливаться, хорошо ли это, это другой вопрос, но они все-таки, ну, привыкли, как-то они уже не так нервничают, и не так, значит, может быть, реагируют остро, ну, как-то находят способы выживать в этой ситуации, а когда вот они расслабились, они потеряли этот навык, то есть они говорят, о, он не пьет, все, они расслабились, они потеряли навыки вот этого, ну, прямо, скажем, выживания в этой обстановке нежизни, вот, и поэтому, когда им обухом по голове вот этот срыв, они оказываются не готовы, именно в силу вот этой расслабности, это второй минус даже для близких, когда делается вот такой укол, вот, поэтому, значит, не стоит, не стоит идти вот на эти простые решения, вообще говоря, простые решения, это главная ловушка, и главный способ уйти от проблемы, и в то же время наоборот, когда человек понимает, что вот нужно уходить от этих простых решений, это основная дверь к трезвости, основная дверь, ну, есть в данном случае зада в рай, то есть к исцелению, к изменению ситуации, к отрезвлению человека, именно вот понимание, что нельзя идти на поводу собственного страха, вот, скатываться на эти простые решения, нужно все-таки уметь в какой-то момент собраться и идти на сложные какие-то решения, но которые ведут к исцелению, потому что, ну, как мы уже говорили неоднократно, простые решения это отложенный скорбь, то есть вот над нами висит какая-то проблема, то ли кредит там отдать нужно срочно, то ли вот опохмелку срочно требует там муж, то ли еще какие-то проблемы, и вот мы уступаем вот этому давлению обстоятельств, что называется здесь и сейчас, мы пасуем перед обстоятельствами сложными и делаем неправильные действия, которые только усугубляют нашу ситуацию, кстати, вот это слово пасуем, это отца Алексея Бабурина, он все время применял, это слово оно у меня по крайней мере осталось как очень яркое в памяти еще из ромашковской общины 25 лет назад или там 23 лет назад, когда вот ходили туда, вот, и вот отец Алексей говорил о том, как важно и как нарколог, как психиатр, как священник, он говорил, как важно не пасовать перед вот этими проявлениями алкогольными, да, они очень страшны, они очень внешне действительно способны вызвать очень неприятные ощущения, то есть им тяжело противостоять, но важно научиться не пасовать перед ними, потому что, ну, это усугубление лишь ситуации, ну, в качестве примеров я приведу несколько примеров, что такое простое решение, чтобы понятно было, как они обычно проявляются, ну, например, вот муж находится, что называется, в завязке, а жена его отправляет в магазин, дает ему деньги, сходи за продуктами, ну, она или с детьми сидит, или вообще ей не хочется, то есть, вот она исходит своего комфорта, вот ей привычно, одно дело, когда, да, на тобой стоит с сумасшедшими глазами, уже, по сути, в белой горячке муж, и трясет тебя за грудки и бьет головой об стенку, ну, это понятно, тяжело не испугаться в этой ситуации, хотя и здесь есть решение, но в этой ситуации тяжело не испугаться, да, как говорится, уступишь чем угодно, вот, но часто, как раз простые решения лежат в плоскости того, что нам не нужно каких-то подвигов совершать, идти на какой-то смертельный риск, а лишь всего лишь уступить в чем-то в своем комфорте, в данном случае жена посылает мужа, но она точно знает, она сто раз с этим сталкивалась, что все срывы начинаются с того, что она дает деньги, живые деньги, так сказать, человеку, который не в состоянии отказать себе в покупке, кроме продуктов, еще там бутылочки пива или бутылочки водки или просто отложить денежки себе, так сказать, занычить там, вот, для того, чтобы потом купить, поэтому, вот, казалось бы, ну, простая ситуация, ну, что мне, вот мне тяжело с коляской там, все вот там, с ребенком, идти в магазин, ну, что тебе тяжелее, с коляской в магазин сходить или потом неделю или две недели жить в аду, тоже сделай вывод, вот оно, простое решение, казалось бы, она делает правильное решение, ну, да, вроде какой-то дискомфорт, действительно, с ребенком, или просто тяжело сходить, а муж сильнее, сумки нести, в конце концов, она дает эти деньги, она вроде как облегчает себе жизнь, а взвесьте в итоге, что, если он сорвался, то тогда тот ад, который на вас свалится там в течение недели, двух недель, пока человек будет пить, или трех дней, неважно сколько, вот сравните с вот этим неудобством, действительно, по сути, это на фоне этого не такой уж трагедия, там даже с коляской, там с ребенком спуститься, там или тяжелые сумки донести, вот это важно сразу вперед смотреть и понимать, что стоит в конце, и поэтому не рисковать, или там вот проценты, да, я говорил, что отдают кредитные проценты за человека, человек взял кредит, микрокредит на свои страсти, там на игру, на игроманию, или там на алкоголе, или какие-то долги, закрытили на наркотики, вот, и вот подходит время платить проценты, и не может, скажем, сын зависимый оплатить, и мама понимает, что завтра уже эти проценты нарастут, если их сейчас не заплатить, и вроде кажется, и логично, потому что чисто взять калькулятор, сегодня 5 тысяч, а завтра, оказывается, 10 тысяч нужно платить, и вроде как она все правильно делает, но в том-то и проблема, что в конце, когда на круг, ситуация замкнет круг, это будет не двукратное увеличение, а стократное увеличение долга, каким образом? Но сын видит, что проценты давать не надо, то есть он уже на следующий месяц и не будет особенно за это беспокоиться, мама же в этот раз дала слабину, видите, вот здесь тоже спасавала перед ситуацией, перед коллекторами, или перед какой-то острой ситуацией, или вот такой, ну да, нежелание потерять деньги лишние, она спасавала, значит и потом спасует, он будет вольно или невольно на это полагаться, и у него уже не будет мотивация самому как-то выкручиваться из ситуации, это первое, и ситуация поэтому нагонит маму на следующем круге, снова будет этот день оплаты, но уже будет она усугублена, ситуация снова, нужно те же самые, условно говоря, пять тысяч процентов платить, но уже, значит, статус усугубился, почему? А потому что сын уже еще больше не хочет платить, еще плюс, сын еще возьмет кредиты, и это практика подтверждена, что если вот хотя бы раз начали родственники закрывать вот эти долги, человек укрепляется в понимании, что ему не обязательно никакие кредиты закрывать, долги отдавать, потому что есть кому это делать, и он в любой сложной, как ему кажется, ситуации бежит в кредитную организацию, и там берет очередной кредит, потому что есть кому отдавать, то есть умножается скорбь, не просто она отложенной скорбь, что вот ее отложили, она нагоняет нас, она еще и умножается, или там та же самая капельница, когда ставят, ну да, иногда бывает крайне исключительный случай, когда теоретически это возможно, но почти всегда на капельнице паразитируют, человек очищается с помощью капельницы только для того, чтобы, когда ставится капельница, когда человек уже не может пить, он по идее уже готов бросить пить, потому что у него организм не принимает, ему так плохо, что организм, интоксикация организма дошла до такой степени, что он уже сам начинает задумываться о том, что не надо пить, поставили капельницу, прочистили организм, все, на следующий день или в этот же день снова побежал, значит, за алкоголем, поэтому вот она тоже отложенной скорбь нагнала, вот, поэтому вот такие простые решения, они надо понимать, что, ну да, вот, я понимаю, как тяжело быть один на один с опасной ситуацией, или ситуацией, тем более, что вы знаете, вот у любой опасной ситуации есть такое свойство нагнетать ситуацию, нагнетать эмоции, срочно, срочно, быстрее, надо вот это делать, никуда не вступить, все, а то караул, обязательно именно так она нагоняет, и отчасти, кстати говоря, в этом действует и сила злобы поднебесной, чего уж говорить, сразу видно, что вот эти накрученные эмоции отчасти идут от психики, отчасти даже вот от этого духовное, когда понятные силы начинают говорить, все, все, караул, срочно надо вот это, бежать туда, это делать, а то потом, все, конец света, и поэтому, да, люди вот пасуют, что еще она, ситуация вот прям не позволяет, она прям выбивается равновесие, она настолько пугает нас своим, своим последствиями, что очень тяжело человеку здраво относиться, и поэтому первое, что надо в этой ситуации делать, когда мы стоим перед решением, вот, когда есть подозрение, что это именно ситуация, вот этого, самого простого решения, которое превращается в сложное, первое, что нужно сделать, постараться отойти немножко от ситуации на шаг назад, чуть-чуть успокоиться, понятно, это будет нелегко, но хотя бы чуть-чуть постараться отстраненно посмотреть, постараться взвесить, какие последствия, заставить себя, хотя бы заставить прям себя не принимать решение мгновенно, заставить себя не поступать, как поступали раньше, если ситуация требует мгновенного решения, делать то, чего не делали никогда, потому что то, что вы уже делали, приводило всегда к плачевному результату. И вы знаете, что туда ходить не надо. Поэтому, если, предположим, ситуация требует мгновенного решения, дает даже временное раздумие, может быть, просто себя заставить сделать прямо противоположное тому, что требует вот эта паническая ситуация. Потому что всегда за паникой стоит лукавый. Всегда за паникой стоит отсутствие здравого смысла. Всегда за паникой стоит вот эта эмоциональная сторона, которая никак не учитывает объективность. И поэтому, может быть, таким образом поступать. Поэтому, дорогие друзья, сегодня, видите, у нас вопрос был всего один, время заканчивается, но зато мы его разделили, во-первых, на два. То есть, получается, два вопроса, две темы мы обсудили, и, кроме того, и коснулись даже третьей темы, простые решения. Мы потом будем к ней еще возвращаться, потому что вопросы есть, которые касаются именно вот этих сложных ситуаций. В других передачах мы обязательно этого коснемся. В следующих. Ну, а на сегодня резюмирую, что да, ситуация сложная, когда вот и жена вроде как уже не хочет терпеть, и муж вроде как хочет лечиться, но выбирает не те способы. Но из любой сложной ситуации есть, поверьте, выходы. Безвыходных ситуаций не бывает с точки зрения... Причем я это говорю не с точки зрения какой-то такой успокоительной, что пытаюсь вас как-то анестезировать, как-то вот там вас успокоить там и так далее. Нет. И вот практика работы наших семейных клубов трезвости, она показывает, что реально безвыходных ситуаций не бывает. Бывают просто более сложные варианты решения, варианты решения, которые требуют напряжения силы, иногда крайнего напряжения собственных сил, но выходы из ситуации бывают. И эта ситуация тоже мне не кажется безнадежной. Тем более, что жена, видите, она же, когда входит в русло, все, она же нормальная. Дело же не только в деньгах, но это и так понятно. То есть любовь-то осталась, поэтому есть. А сыну просто, ну, очевидно, надо переставать заниматься вот самообманом, а заняться системным лечением, к которому ни кодированию, ни вшивке, ничего не относится. Именно вот как-то вот всерьез заняться, стать на путь трезвости. И, кстати, вот в помощь вам в том числе и наше уже разветвленное, развитое и разветвленное и развитое движение семейных клубов трезвости, которое я представляю как ведущий семейного клуба трезвости при храме девяти мучеников кизических. Кстати, тоже ко мне, пожалуйста, приходите во вторник в 18.30. Каждый вторник я веду. Ну, позвоните предварительно по телефону 916-627-7009. 916-627-7009. А я за 7, позвольте, откланиваюсь с вами, чтобы лишнего времени вашего не занимать и не утомлять. И очень жду от вас как вопросов, так и жду вас в качестве слушателей, значит, на следующих передачах. Спасибо, Господи. Помолагаю вам, Господь. До свидания. До свидания.